Ну и человек, благодаря которому у нас мирное небо на кровавой, приняйте, пожалуйста, по доброй русской традиции, хлеб соль. После тёплой встречи и обсуждения насущных вопросов. Сегодня Алуштинский регион нуждается в капитальном ремонте электрических сетей, кровли, детских садов, а ещё в газификации посёлков Верхняя Кутузовка и Изобильная. На все эти нужды до конца текущего года из федерального бюджета будет выделено 80 миллиардов рублей. Ещё 3 миллиарда вложат в реконструкцию и ремонт дорог регионального значения. У Крыма появились новые возможности, а значит перемены не за горами, считает председатель Госсовета Республики Владимир Константинов. Все вопросы будут решены. У нас нет никаких сомнений, что за ближайшие 5 лет нужно преодолеть это 15-летнее отставание. И работы предстоит очень много по всем направлениям. Но главное всё-таки забота наша сегодняшняя под это финансирование и под эти масштабные программы нам нужно иметь очень прозрачную, открытую и честную власть. Ту, которую мы должны 14 сентября выбрать и на всех уровнях власти. Местные жители на перебор рассказывают о том, что необходимо улучшить или изменить. Все практически пансионаты, надо их переделать. Все просто, ну что там они там такие вот узенькие, маленькие, без тори, без душа, как бы это всё старость. Детские площадки в ужаснейшем состоянии. Их практически нет в городе. Возродить сельское село, село Малореченское, совхоз Малореченский, чтобы люди могли знать работу. Ведь вы смотрите, сколько у нас неработающих людей. Крым будет процветать, когда в него вложат денежки и народ сам поймёт, что нужно работать. Думаю, всё будет хорошо в Крыму. Без внимания не осталось ни одно пожелание жителей. После встречи с ними глава Госсовета почтил память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалам в посёлке Порт-Энит и на пятом километре трассы Алушта-Ялта. Дарья Краснова, Виктор Коса. Время новостей. Алушта.